Я не один, батюшка приехал. Слава Богу, слава Богу, рад тебя свидеть. В Бишкеке помните вы приезжали там, да неоднократно? Сергия, забыли уже? Не помню, правда не помню. Пономарём был, Пономарём, у отца Владимира Цветкова. А, это какой год-то был, это где-то 80-е годы. Плохо слышно что-то. 80-е годы где-то было, да не надо. Он плохо слышно говорит, не надо. Ну, разговаривай, все, чем на меня, трюки, опусти, говори. Ну, что говорить-то, нечем, все сказал. Все по-своему, ничего не надо. Ну, в каждом деле, если опыта нет никакого, вот микрофон, я поднес, говори. Ты говори, и он спрашивает. Твои его слова ему не слышно. О, Игнать Тихонович, да, я вам послал там ссылочку на одного священника в Египте. Вы посмотрели, там, как он, это, ну, к людям пошёл в мусорный город и стал нести Христа им. И у него община, потом они в Скале там храм вырубили, и возле города, и молятся. Посмотрели? Нет, не смотрел. А расскажите, что это? Я, лучше посмотреть, я вам по скайпу ссылочку послал. Когда? Да дней, наверное, 5-6 назад. Там она есть у вас, должна быть. Отец Салман. Салман. А, да это я знаю. Это египетский город мусоров. Да, да, да. Это я много раз смотрел, я знаю это. Вот. Вот как он обратил, Христа людям нёс, и всё. Не знаете, как они теперь, живые, нет, или их там всех убили? Вот это не знаю, я вот посмотрел недавно, вот сам узнал только, там, дней 6 назад, 7, и вам послал сразу ссылочку. Я это знаю. Он у меня где-то стоит на форум перенесённый. Ага. Слава Богу. Так, что у вас там? Ну, у нас хорошо, слава Богу. Потихоньку молимся. Вот. Так, ничего, слава Богу, всё милостью Божьей. Я вот ещё что хотел. Насчёт всё-таки, насчёт крещения поговорить с вами. В идеале, конечно, погружение. Это понятно. Но вот у вас такая, как бы, есть категоричное отношение, что если по блеваниям, то не крещённый. Вот. Там ладонью об лоб, мозги по стенке. Я вот с этим не согласен. Почему? Потому что есть всё-таки, ну, как бы, скажем так, баптизм, погружение. И переведено это чисто вот греческое. И отсюда у нас пошло. Да, идеал это погружать, очищать. В Иудее тоже было, как бы, погружать, очищение скамей, там и сосудов. Там даже на шесть часов, вот на сколько, на шесть часов погружается, которая вот мясная посуда. Потом к нему уже есть молочную, очищение. Это понятно. Но не всегда погружением. Не всегда. Потому что омовение. Как бы, на еврите, на еврейском, и омывающий, по-нашему, креститель. А уже у греков баптист. У них нет другого. Баптист и всё, баптизм. Христос, когда говорит, крещением должен я креститься, Евангелие от Луки. Крещением должен я креститься. Это же не погружением погрузиться, если только у греков. А он говорит, омытием должен я омыться. Он на еврите говорит, среди своих. Омытием мне придётся омыться. Или, как он говорит, сыновьям-зведеям. Можете ли пить чашь, которую я пью? Или можете крещением креститься, которым мне надлежит креститься? Они говорят, можем. Крещением это в том, он говорит, омымыться. Вы можете тем омытием, которым я оморюсь? Они говорят, можем. Говорят, хорошо, оморитесь. Но посадить вас не от меня зависит. Поэтому омытие бывает разное. Вот, например, возьмём Изекииля. Это 39 глава. И говорят, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от скверен ваших. Окроплю. Я смотрел на всё. И на еврите смотрел я, и на церковно-славянском. Везде окроплю. Так же окропишем и и сопом, и очищусь. То есть, и это, я смотрел толкование на это место. Толкование смотрел. У Лопухина, правда, я больше других не нашёл. Там говорят, что это накрещение. Это как бы намёк на крещение вот этого окропления в Изекииля 36. Так что я считаю, что если нужно, так сказать, как бы в таком случае, в экстренном, то допускается и крещение обливанием. У нас православная церковь, в православной церкви есть каноны. Вы это признаёте? Признаю. Признаём канон. Канон говорит так. Каждому, значит, таинство, у нас семь таинств. Каждому таинству есть формула. Таинство крещения. Что такое крещение, спросит? Крещение – это таинство, в котором через трёхкратное погружение в воду, ни кропление. Какой канон? Другого нету. Канон, номер канона и это. 50-е правило апостольское. 50-е правило апостольское. Значит, там говорится так. Подождите, Сергей, пусть батюшка скажет. Сергей, подожди, говори. 50 правила апостольства не дадится. Час подожди, Сергей. Там говорится об одном, об одном погружении. Сергей, подожди. Сергей, мы выслушали, пусть батюшка скажет, а то он уедет сейчас. Говори. Другого в православной церкви нет. Вы подойдите к любому священнослужителю и спросите, батюшка, что такое крещение? Вам самый-самый, который никогда не крестил полным погружением, он обязательно должен сказать только это. Только трехкратное погружение. Другого нет. Просто нет. Он другого не может сказать. Другое есть такое, что есть, как вы говорите, какое-то там послабление. Если парализованный человек или в тюрьме к смерти приговоренный, ему нельзя выйти, тогда допускается обливание. Но не так, что сегодня, когда построенный храм, в него десятки, а то сотни миллионов вложено, построена гостиница при храме, построена трапезная, так что можно тысячу человек посадить. А крестилки нет. Почему? Нет возможности построить крестилку. Глупость это. Это глупость. Так это глупость повседневно. В каждом городе, в вашем городе, где вы живете, узнаете. Это вы, может быть, из ста в одном храме найдете, где есть крестилка, где крестят полным погружением. Понимаете? Я учился в семинаре. Храм такой есть у нас, есть. Федоровская иконная Божья Матерь. Я в семинаре учился, когда в Москве, это были 80-е годы, 85-90-е годы. Заочно тогда учились. И один был такой профессор Глухов, самый канонист. Ну и когда лекции читает, есть какие вопросы? Есть. А до этого мы жили все заочники, все протеереи, там уже в священном сане все были. В гостинице жили вечерами, там устраивали мы такие беседы. И вот о крещении зашли. Тогда отовсюду было, с Украины были, и с Молдавии, и с Латвии, со всего Советского Союза были. Ну и говорит, на Украине, а у нас крестит, батюшка проходит кропылом, кропылом. То есть 50 человек, говорит, и кропилом покропил. Другой говорит, а у нас, говорит, и с чайничкой ходит чайник заварной, и с чайничкой каждому поливает на голову, и все. Вот завтра будет лекция, давайте, кто? Ну, отец Аким поднял, давай, говорит, ты будешь спрашивать у профессора. Ну, есть вопросы? Я говорю, есть. Я ему говорю, как вызовет, вот если так, вот крещение, а нет возможности, можно так, что вот голову только помочил. Он мне сразу, что такое крещение? Скажите. Ну, я ему говорю, что вот это таинство, в котором через трехкратное погружение в воду, с произнесением слов во имя Отца Аминь, Сына Аминь и Святого Духа Аминь. Он говорит, Аминь, а остальное все, говорит, профанация, другого нет, крещение в православной церкви, нету. Остальное, говорит, все профанация, профанация ищите в словарях. Что такое профанация? Нету, другого. А это все выдумки, сегодня можно так, это небрежение, это, кажется, наплевательское отношение к делу. Ну, отец Аким, давайте скажем, что выдумки не сегодня это были такие. Конечно, не сегодня. Не сегодня, но еще и, значит, идеал, конечно, погружение, через погружение. Это не идеал, это таинство. Вы мы это не можем, вот таинство, значит, у нас таинство какое есть? Таинство совершается. Елея освещение таинства. Мы не можем, там написано, чем, маслом помазывать. А я начну не маслом помазывать растительным, а что, сливочным маслом буду мазать. Правильно это или нет? Не должно быть так. Не должно, если у нас причащение, какое должно быть вино? Виноградное. А если я начну, клюквенный соку надавлю, да буду делать. Вот подождите, вот вы говорите так, сливочным маслом вы решили мазать. А цель какая? Богохульствовать этим или насмеяться над таинством? Да, точно так же и здесь. Это только кто сознательно, а кто бессознательно, уже по привычке делает, насмехается над этим. Пришли только что, заплатили деньги, там, помочил голову и пошли дальше. А человек даже не верующий совсем. Он потом и не знает. Это беда, это беда. Надо исправлять эту беду, избавлять людей от этой беды. А вы говорите, что есть вот это, да что-то такое, много говорите, и такое, что... Да ну, в общем-то, и не важно трехкратное погружение. Как бы так из вашей беседы. Нет, трехкратное погружение важно. И трехкратность важна. Но другое дело, что если человек находится в каких-то таких условиях, что невозможно сделать погружение, допускается обливание. Я об этом говорю. Аминь, аминь. Техкратное. Но сегодня тысячи людей, что нет возможности. Мы вот здесь, вот я в городе пойду, что нет, есть возможность. Ну почему? Ну так есть. А то есть здесь уже построены купели для крещения взрослых. Я смотрю, а где у вас? Да есть, говорят, а что там? А там панихидный стол положили на эту доску, и там свечи панихидные. Это в Москве был я в храм зашел. Так делается. Понимаете, что? Не крето. А что? В другом месте спрашивают. Вот я в Москве был, допустим, в 10 храмов был. Только в одном храме нашел, где крестят полным погружением. А там, да нет, мы, ну, крестят, если кто-то сильно попросит, то батюшка покрестит полным погружением. Воскресение Славущего есть такое, или Славущего. Там вот я был в Воскресении, я в Славущем, в Москве, там полным погружением крестят, купель есть. А у нас Федоровская икона Божьей Матери, купель есть, полным погружением крестят в этом, Федоровская икона Божьей Матери. Сергей, ты тогда зачем рассуждать что-то другое, что-то оправдать, вот там исключительный случай, там уже сам случай говорит, что по-другому ты просто не сделаешь. Я крестил месяц назад человека, который 13 лет, парализованный лишь, он не может ни рукой, ни ногой не двинуть, он сам перевернуться не может, ничего. Сергей, тоже его имя такое. А, Сергей, знаю, знаю, он этот, модератор. Да, как его, куда погружать? Никак, я его крестил обливанием, просто. Вот и все. Вот этот случай. Какой случай? В случае он сам будет говорить, сам за себя случай. Можно это сделать или нельзя? Почему старая ряда, за 300 лет ни одного случая не было? И у баптистов не было, чтобы они не погружали, хоть в одно погружение, но все равно погружают. То есть человек должен умереть, а потом восстать. Ну, у них извращение свое там, они не знают, конечно, они извиняют, но их перекрещивают, они не знают по незнанию. У них нет предания, как крестить правильно, что правильно. Но они погружением крестят, другого никто не знает, они погружением крестят. Да это понятно, это понятно, что погружение. А мы все знаем православное, они крестим, все извращаем. Они усвоили это, усвоили. Дело в том, что в православии извратили люди, а там извратил бес, поскольку они не знали, как надо. Они поняли, что баптизм, погружение, они погружают. Но как правильно, они не знают. Откуда вы сказали, что тут люди, а там бес? Там и там бес, один и тот же портит-то. Тут настоящее таинство портит, а там, если люди не в церкви, им меньше спрос-то будет. Там спрос меньше, да. И поэтому, а вот скажите, вы говорите, у вас там где-то Федоровская крестит, а к ним придет и скажет, меня мочили только голову. Они будут такого крестить? Нет, не будут. Вот и все. А таких перекрещен, вот эти, которые моченые, их из 199 уже моченые, как печать антихриста стоит. Таких не допускают, ни продать, ни купить. Обманутые люди. Обманутые в дребезге, притом. И притом нужны, нет, воды боятся священники. А Филипп и Евнух оба сошли в воду, оба. Священники воды боятся. Я узнал, кто боится. Укушенная и заболевшая бешенством. Фобия воды. Укушенная и заболевшая бешенством? Ну да, написано. Лютые волки. Лютые, то есть бешеные. Да. Интересно. Скажите. Я не знал такой вещи. Сергей, вы у вас в храмах видели, когда венцы... Венцы. Почему венцы на голову не надевают, когда венчают? Что же надо что-то найти? Сейчас держат венцы, да. Ну, вообще, надо даже надевать. Мы не надевали. Почему не надевают? Я спрашиваю. Там, где не надевают. Причина какая? Да не знаю. Венчания нет. Раз венец не на голове, так не бают, что помахали венцом. Нет этого венчания. Почему? Священник говорит, волосы разные, как бы меня не запачкали. Волосы грязные. Ну да. А больше причины, говорит, никакой нет. Я спрашивал. Если сейчас надеваем, ну фуражку мы надеваем, от фуражки-то остается. Фуражка-то пачкается. И пачкается платок. А у него-то надевать-то приходится не один раз. Нет. Я видел, я знаю. Это дело я видел много раз. То есть, что держат венцы над головой. Венчания нет. Совершенно нет. Это обман. Ну, как бы, что, как бы, почему я никогда не интересовался, не спрашиваю. Теперь тайна и исповедь. Возьмем таинство исповеди. Стоит в двух шагах от него 40 человек, Давид. Какая-то тайная. Почему у католиков так не делают? Там за решеткой в отдельной исповедальнике сидит, на коленях подошел, а остальные в другом конце. В определенное время. Нам ни с кем нельзя сравниться. Более небрежного, проклятого небрежения. 48 глава 10 стиха Иеремии. Говорится, как у православных нигде в мире нету. Нигде. Ну, смотрите, вот избирает первый, самый молодой президент был Джон Физер Кеннеди. Ему было 35 лет и, кажется, два месяца. Так над ним смеялись, как над ребенком. А кем ты хочешь быть? Он говорит, президентом. А когда вырастешь, кем будешь? Ну, здесь решили Рамзана Козырова поставить до 30 лет. Главой администрации, назывались еще президент республики. Он не согласился. А его советом, который, законодательник, давайте понизим планку, это имеем мы право. Он говорит, не надо. Не надо. До 5 лет он учился в университете и все равно стал, ну, президентом стал. А потом говорит, не надо, президент один в стране. Глава администрации. А тут до 30 лет рукополагают, в 17-20 лет могут рукоположить. Еще непонятно-то. Самый большой презрительный законов и канонов – это православное. Ну, здесь понятно. А вот на каком соборе было, что до 30 лет не рукополагать? Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Вот. Запиши. А до этого рукополагали? До закона, пока закона не было, рукополагали раньше. Закон вышел. То есть, Иоанн Богослов стал апостолом юноши еще. Да. Самое-то главное вот в чем. Что, когда они говорят, каноны, они не объясняются. Сказано и все выполняй. А этот дает пояснение. Ибо и Христос вышел только 30-летний. То есть, это выше Христа лезут. Ну, так говорить нельзя. Я просто ориентирую пока что. Христос, вы же 30-летний. А сам Христос, он избрал Павла. Он юношей был, чуть-чуть постарше. Иоанн Богослов был юношей. Сам Христос. Я тоже могу сказать, извините, вы там собрались в 6 веке, это самое, монахи, которые захватили. Вы не имеете судить, потому что в иудейском народе у ворот, даже у кого нет детей, не разрешали судить тебе. Ты не имеешь права судить, ибо жесток. А вы одни монахи собрались и придумали, что... А Христос, он избрал других людей. Он и юноши избирал, на сердце смотрел. Откуда известно, что апостол Павел был юношей, когда... Ему больше 30 лет было. Раньше 30 лет... Нет, нет. Когда он шел, он был еще молодой. И он раньше 30 лет, он отроком считался, и не разрешалось учить. Это закон еврейский. А когда он успел закончить университеты? А какой университет он закончил? Он сидел у ног Гамалиила. А Гамалиил кто был? Гамалиил это был учитель. Вот университеты. Учитель. Но учитель это не в начальных школах, не первого, четвертого класса. Нет, это не так. Это было известно. Во-первых, давайте скажем так. Если вы знаете еврейскую эту самую, так там вот все, даже в простой деревне, чем отличие евреев от всех остальных, что в деревне всех и девочек, и мальчиков учили всегда читать, писать. Ни одного народа такого нету испокон веков. Даже если он нищий, нищий ребенок, у них нет возможности учиться платить. Община деревни берет на себя это самое, это в законе написано. И обучает мать и девочку грамоте. Это обязательно. И другое дело, что некоторых пророков там разрешалось изучать по достижению возраста какого-то. Но Тору учили и сейчас учат, детьми. Так что он и мог домолил, а мог быть и с шести лет, с семи лет. Это не абсолютно. Но мы можем себе представить, чтобы в семнадцать лет Павел получил такие полномочия, что идти в другой город... Запросто, 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 запросто. Сергей, послушай. Потому что во сколько... Сергей, батюшка уходит, уходит. Это не спорь. Доктор Мартенсен пишет об этом. Александр Мень из оригинала. До тридцати лет ни одного учителя не было. Не было. В резком народе это испокон веков было. Это закон строжайший был. До тридцати лет ни один не мог быть учителем. Вы не говорите, вам трудно будет пятиться назад. Вы тут просто не знаете. Учителем? Ну, не знаю, да. Да, а я вам называю доктор Мартенсен. Я не видел этого. Я знаю, что учиться... Учились с пеленок. Ну, хорошо, зачем, спрашивается, стоглавый собор, русский, постановил два правила, что до тридцати лет, чтобы не ставить в попы. Повторили правила Вселенского собора? А нарушил его и Аввакума, и Никон. До двадцати пяти лет оба рукоположены. Ну, вот такие вещи. Так мы отходим. У вас вопросов нет больше ничего? Ну, в следующий раз перезвоню, если вам нужно. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Слава. Все, отходите пока. Батюшка уезжает. Надо провожать его. Он интересующийся, он хороший человек. Но у него что-то случилось, вот эти у него движения. Он заболел когда-то. Он очень интересуется, он коптами, сирийцами интересуется, туда поехать. Он, видишь, знает даже этого Клиткова. Так, проводить надо, закрыть. Так, а что, меня до автобуса проводить должны брать. Так, за тобой не заят никто? Нет. Ну, то, ребята, собирайтесь. Все, выключай, давай.